Всем привет, ребята! С вами я, отец-одиночка Нюкем, и моя дочка Света. Смотрите, какая большая, да? Реально ведь большая. Да, действительно большая. Кто смотрел предыдущую серию, понимает, что поведение у неё, точнее, явление в организме совсем не детское. У нас возникли подозрения. Может, там с возрастом ошиблись? Ну, потому что не бывает. Месяч, нахуй. 8 лет. Ну, вообще никак не может быть. Поэтому пойдёмте-ка посмотрим. Мне кажется, там нам протачили маленько. Обновление для нашей игры EpicMine уже доступно в Google Play. В игре появились опасные монстры, большое количество разнообразных квестов, а за выполнение одного из них вы сможете построить настоящий автодобытчик, который будет добывать вам полезные ресурсы, а в это время вы сможете отправиться на турнир шахтёров и показать всем, кто тут босс. Ссылка на EpicMine есть в описании под видео. Обязательно скачайте и убедитесь во всём сами. Ну, иначе и быть не может. Это же не какое-то там чудо природы. Это обычная, здоровая, красивая, спортивная девочка. Так. И мне кажется, что она куда старше, чем мне сказали. Здрасте, здрасте. Да, мы с вами созванивались. Ну, так что, нашли её документы? Вот я как бы и моральную компенсацию приготовил. Ну как? И сколько же... Вы накосячили. Ну, я уже понял. Ну, скажите уже, как есть. Сколько ей лет? Ну, понятно. Ну, не надо мне говорить то, что и так уже я додуплил. Четырнадцать лет! Офигеть! Ё-моё! Вот это да, блин! Только чш-чш-чш! Ладно, всё, спасибо. Как и договаривались, блин, ну... Могли бы поаккуратнее быть. Куда уж там извинения? Пошли, пошли! Здоровая ты моя. Погнали, принцесса, блин. Слушай, так теперь, получается, тебе надо пойти паспорт получать. Да, и четырнадцать дают паспорт. Ё-моё! Какая ты здоровая, оказывается! Ты как-то даже прямо на глазах выросла. Да шучу, какая была, такая осталась. Красивая, хорошая девочка. Пойдём, пойдём. Возраст это вообще не главное. Мне вот девяносто шесть. Что? Не выгляжу на девяносто шесть? Да правильно, я шучу. Погнали. Идём. Идём, идём, идём. Ладно. Кстати, ребята, кто удивляется, что мы сейчас пешком топаем, так это, потому что всё, там чё-то тянут кота за хвост в этой мастерской. Всё не могут эти долбанные Тесли приделать зеркала, охренеть. Так долго. Ай, приходится топовать. Ну идём, идём, это полезно. Это полезно. Давай пока подумаем. Если тебе четырнадцать лет, что это меняет в твоей жизни, а? Вот если вот так вот реально подумать, что это меняет? Эх, блин. Была бы тут какая-то, не знаю, машина бы приезжала, вот на попутке бы поехали. Блин, холодно, блин, ходить так. Смотри. А таких нету фильмов для 14+. Чё это за фильмы такие? Сиксики, что ли? Хе, в переводе гоблина? Ну не знаю. 12+. 12+, какие? А, ну есть какие-то игры, да. Да я, насколько знаю, дети сейчас и так всех обманывают. Пишут там, что их 18, когда их там и 5 лет им не будет. И так вот и живут по жизни. А вообще, ребята, все эти фильмы, игры, это всё ерунда. Это вообще никакого значения не имеет. Самое главное, что 14 лет детишки могут работать. Ой, ё-моё, чё за шум? О, блин. То нету машин, то, блин, как какая-то, не знаю, трасса. Вот это да. Здрасте. Что, у нас ругать собрались, что ли? Да мы не хотели под колеса бросаться. Просто тут никто обычно не ездит. Здрасте, добрый день. Подсказать, где тут мэрия? Слушайте, товарищ, я вам что, похож на навигатор, что ли? Не знаю, там, купите на телефоне приложение какое-нибудь. Нету навигатора? У вас такая машина есть? Охрана, навигатора нету? Любопытные вы люди. Пойдём, Света, это какие-то мошенники, походу. Так, сейчас надо Викторию... Ну что такое? Слушай. Пожалуйста. Давай, слушай, ты нам на бензин подкинешь, хорошо? Нам надо генератор заправить, чтобы потом Теслу подзарядить. Хорошо? Ой, ё-моё. Слушай, автомат, пожалуйста, спрячь, молодой человек. У меня вот есть противоядие против автоматов. Всё, ладно. Так. Сколько заплатите? Гелик? В гелик. Я в гелик, а дочка моя пускай в лимузин. Она... Ты в лимузине каталась когда-нибудь? Вообще по жизни каталась? Света. Как... Уже каталась? Когда ты успела? Блин, а я не катался. Ну вот сейчас в жизни покатаешься. Всё, хорошо. Ладно, я тогда в гелик. Погнал вот к этому какому-то. Вот он танцует, что ли? Вот вместе с ним потанцуют. Здрасте, чё слушаете? Ой, шансон. Ё-моё. Лучше бы выключили. Я с этим хочу. Ладно, дело ваше. Кто платит, тому и сажусь в машину. Ну ты чё убежал-то? Я сейчас сяду за руль и уеду. Всё. Ой, а у тебя... Ой, ё-моё. Выключил бы лучше. Господи, попса какая-то из девяностых. Ладно, погнали. Погнали, ребята. Сейчас я вам всё покажу. Всё, всё, водила. Всё, тормози, тормози. Приехали, приехали. Ну вот и всё. Видишь, не так что далеко. Я даже не знаю, за что, блин, тут деньги платить. Но дело ваше. Всё, ну как? Довезли мы вас, да? Не за что, блин. Но только деньги-то гоните. О-о-го. Десятка. Благодарю, благодарю. Ну, а пистолет-то зачем? Сейчас-то вам чего бояться? И вам тоже удачи. А, вот и таксишка, Света. Ну всё. А чё ты так светишь, что-то? Не понимаю, Света. Какая-то вся пунцовая. Интересно. Всё хорошо? Не важно. Ну, не важно, так не важно. Шеф! Нам, пожалуйста, там до супермаркета. И в банк зайдите, пожалуйста. Надо кредит оформить. Ага. Всё, погнали, погнали, шеф. Странный какой-то парень. Некипичный для наших местностей. Богатый, по сути. Я не знаю, платить 10 тысяч за то, чтобы я ему дорогу показал? Ё-моё, как-то непонятно. Но дело его. О чём мне его судить? За десятку спасибо и на то он... Ладно, до свидания. Так, шеф, за помойкой направо. Вот здесь направо, да, направо. Там недалеко будет уже. Вон там с дворком. Так. А это чё за кипиш такой? Эээ. Вот здесь остановите, пожалуйста. Ага. Всё, спасибо. Соточка. Ё-моё, чё случилось? Ой, блин, чуть не ту купюру и не кинул. Вот, соточка. Чё происходит? Ребята, что случилось? Лимузин? Чё он тут делает? Так, здрасте, здрасте. Ээээ... Света, ч-то? Ты чё-нибудь понимаешь? Здрасте, мне кто-нибудь чё-нибудь объясни... Эй, эй, парень! Чё за кипиш? Чё за фигня? Света, привет. Ты чё такая прекрасная-то? Ё-моё. Чё? Да, да что... Что происходит, блин? Объясните мне кто-нибудь. Вы меня задолбали. Я сейчас начну решать проблемы самостоятельно. Кого недостойно? Ты влюбился в свету с первого взгляда? Ээээй, парень! Ну-ка тормози! Ей 14 лет, алё! Вот именно, а судят и посадят. Какие секретные тут, блин... Я не знаю, весь состав нашего РУВД. Так, так, давайте-ка не здесь. Подождите, ну-ка отойди, отойди, парень. Так, товарищ полицейский и мажоры Света. Всё, остальные прошу на выход. Частные владения. Давайте повыше поднимемся. Поднимемся, там нас где не услышат. А тут... Ещё давайте выше. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, в кинотеатре звукоизоляция хорошая. Проходим. Так, закрываем. Во-первых, я отец Светы. И поэтому давайте-ка объясняйте мне всё. Что случилось, блин, такое? Ну, кто первый начинает? Я... Ты готов пожениться с ней прямо... Да как ты поженишься, ты ей ещё нет в 16-ти? Или в 18-ти? Света, со скольки вообще у нас можно в стране жениться? Я не знаю, я не в курсе. Я уже не помню, блин. Так давно было. Да какая-то проблема. Ты её что, не знаю, в Кению хочешь вывезти? Я тебе не разрешу. Товарищ майор, ну что за беспредел? Почему вы его не арестовываете? Во-первых, она 14-летняя. Во-вторых, этот мажор уже офигел. Ты реально берега попутал, слышь, мажорчик. Шёл бы ты отсюда. Эти мажоры... В смысле, необычный мажор. Ну да, я понимаю, лимузин есть. И что? Это его делать каким-то особенным, что ли, мажором? Принц? Какой ещё Принц? Света, ты-то что за него вступаешься? Я не понимаю. В Северной Британии! Ёперный театр! Стоп, между вами что-то было, что ли, там? Нет, вроде всё застёгнуто. Так... Так что... Так что, знаете что? Мне вообще пофигу. Принц, хоть король. Ну-ка, на выход все. Все на выход. Все на выход, это мой дом. А вас, молодая леди, я попрошу остаться. Пошёл, пошёл отсюда. Принц, блин, извращенец. Как по маленьким девочкам специалист, блин, тоже. Принц. Всё, всё, давайте, проваливайте отсюда. А вас, мадемуазель, попрошу остаться дома, я говорю уже. На один небольшой разговор. Всё, всё, вали, чтобы я тебя тут больше не видел. Принц, блин. Иди с Великобританией фигнёй страдай. Тоже мне, блин. Дон Джоан. Охренели. А вы чё-то... Чё не арестовываете его? Вон, совращает тут. Офигеть. Так. Ну чего ты сидишь? Вот, вот, правильно, послушайтесь, послушайтесь девочку. Давайте, давайте, проваливайте. Свет, послушай меня. Я понимаю, что ты такая молодая, горячая, 14 лет, все дела, типа, быстро подзрослела. Ну, у тебя ещё будет любовь, у тебя будут отношения, покажешь. Ты чё, не понял, что ли? Я тебе не доходчиво объяснил, что ли? Ё-моё. Золотая цепочка. Блин, ну деньги-то нужны. В общем, Света, я хотел сказать, что не спеши. Пока торопиться не надо, надо подумать, подумать, поучиться. Вот будете 18, тогда, пожалуйста, гуляй. А пока папа тебе не позволит. Папа за тебя слишком беспокоится. Всё, до свидания. Всё, 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 закрываем. Пойдём лучше эти уроки помогу сделать. Давай, давай, встретимся наверху. Охренеть, конечно, блин. О, Света, ухажёры. Раньше была такая полненькая, все над ней смеялись. Вот, как может всё повернуться. В общем, ребята, я всё-таки... Света, не послушивай, я тут говорю всякие вещи философские. Короче, это я к чему? К тому, что... Света! К тому, что подслушивать это плохо. К тому, что... К тому, что, короче, не спешите убирать ёлку. Вот пусть вот ёлка вас радует. С Нового года стоит и радует вас. Будут тут сидеть и пить вот лимонад. Всё, с вами был Нюкем. Блин, чё делать? Света такая уж огромная. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok